Чай шиповником. Польза и рецепты. На сегодняшний день, наверное, не существует такого человека, который бы не пробовал полезный, полный витаминов чай шиповником. Особенно ему отдают предпочтение те, кто следит за своим здоровьем и доверяет больше природной силе, чем химическим препаратам. Итак, данная статья будет посвящена всем тем, кто заботится о своем хорошем самочувствии и обогащает свой организм натуральными витаминами. В чем польза чая шиповника? Польза чая шиповника многогранна, так как шиповник обладает чудесными лечебными свойствами. К примеру, аскорбиновой кислоты в нем присутствует 14%, что в 10 раз больше, чем в смородине и в 50 раз больше, чем в лимоне. Шиповник содержит группу витаминов В1, В2, В9, Е, К, П и другие. В плодах также были обнаружены микроэлементы, такие как калий, магний, кальций, железо, марганец, фосфор, медь, цинк и так далее. Помимо этого, в растении присутствуют органические кислоты и пектины. О пользе шиповника впервые было написано в 4 веке до нашей эры древнегреческим разносторонним ученым, отцом ботаники Теофрастом. Стоит добавить, что чай шиповникам это не просто напиток, это уникальный сундук витаминов, которые обеспечивают организм полезными веществами и дарят ему жизненные силы. Наибольшим спросом чай шиповникам пользуются в холодное время года, и действительно, когда за окном дождливая погода или метель, нас так и тянет заварить чашечку ароматного чая. Этот витаминный горячий напиток содержит каротин, который укрепляет иммунитет, а также витамин К, способствующий лучшему свертыванию крови и участвующий в образовании протромбина. Наличие витамина П в шиповнике положительно сказывается на укреплении капилляров и играет большую роль в усвоении аскорбиновой кислоты. Полезные свойства чая шиповникам. Чай шиповникам, благодаря его полезным свойствам, еще наши далекие предки рекомендовали в качестве не только профилактического средства, но и для исцеления множества заболеваний. Народная медицина рекомендует заваривать для чая плоды шиповника, его листья, лепестки дикой розы и даже корни, из которых чаще готовят целебные отвары. Плоды шиповника обладают поливитаминным комплексом, укрепляющим иммунитет и помогающим при лечении различных заболеваний. Кроме этого, чай шиповникам служит бактерицидным средством, имеют мочегонный и желчегонный эффект, благоприятно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта. Огромным преимуществом здесь является то, что напиток из плодов шиповника не дает нагрузку на почки. Следует добавить, что аскорбиновая кислота благотворно влияет на окислительно-восстановительные реакции организма. При лечении болезней и в народной медицине. Употребляя чай шиповником, человек сможет замедлить процесс отложения от ароматозных масс, при этом значительно снизить количество холестерина в крови и приостановить такое заболевание, как атеросклероз. Полезный напиток шиповникам в народной и даже официальной медицине советуют пить как вспомогательное средство при лечении печени, при проблемах с сосудами, при авитаминозе. Ко всему прочему, шиповник обладает способностью омолаживать организм за счет усиления процесса регенерации тканей. Поэтому чай шиповником полезно пить для улучшения самочувствия при первых симптомах простуды, лихорадке и заболевании дыхательных путей. Рекомендуют пить чай шиповника тем, у кого имеются проблемы с сердцем, суставами, мочеполовой системой, пищеварением. Научно доказано, что он способен предупредить возникновение рака и обладает потрясающим благотворным эффектом, снабжающим организм массой полезных витаминов и микроэлементов. Для успокоения и снятия болей. Если вас часто беспокоят головные боли, возникающие в результате перенапряжения на работе, то на помощь вам придет ароматный чай шиповником, который значительно ослабит болевые ощущения. Содержащиеся в шиповнике органические кислоты и пектины способствуют облегчению болей при артрите. Также чай с красными плодами дикой розы рекомендуют при метеоризме, диарее и коликах. Лечат чаем наружные раны, порезы, ушибы, даже используют его как средство от укусов комаров. Полезно пить такой напиток тем, у кого имеются проблемы с мочеполовой системой. Заваривать чай шиповником надо и беременным женщинам, которым в процессе беременности не хватает железа, а им как раз растение и богато. Таким образом, чай с дикой розы, как его иногда называют, помогает при малокровии, атеросклерозе, проблемах пищеварительного тракта, сниженной секреции желудка. В том числе при кровотечениях матки, заболеваниях женских половых органах, при сбое в кровотворении, при медленно затягивающихся ранах, в случае общего истощения организма, либо малокровия. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем. Также чай шиповникам рекомендуют при язве 12-перстной кишки, при длительном сращивании костей, при малярии и многих других болезнях. Чай шиповникам для похудения. Мало кому известно, что чай шиповникам полезно пить для похудения, естественно, если человек считает, что у него есть лишние килограммы. Напиток оказывает мягкое слабительное действие и избавляет организм от лишней жидкости. Действует такой чай положительно на весь организм, так как наводит порядок в желудочно-кишечной системе, тем самым стимулируя обменные процессы, что благоприятно сказывается на снижении веса. Помимо того, что человек будет постепенно сбрасывать свой вес, он также снабдит свой организм кладезом полезных витаминов и микроэлементов, при этом улучшит тонус сосудов и приведет в норму половые железы. Однако те, кто желает действительно привести свое тело и вес в норму, должны четко осознавать, что только чай шиповникам сделать ничего не сможет. Похудение в любом его виде – это комплексный подход, в котором важно правильное питание, спорт, хотя бы минимальный, если не позволяет здоровье и позитивный настрой, а витаминный чай будет служить вам в качестве дополнительного приятного средства. Рецепты чая с шиповником Для приготовления чая с шиповником подойдет любой вид этого растения, тем более, что напиток можно заваривать не только с плодами, но и с другими частями растения. Однако, стоит быть внимательным, ведь при приготовлении подобного чая категорически запрещается кипятить его длительное время, так как он потеряет много своих полезных витаминов. Лучше залейте шиповник максимум 90-градусным водой, но дайте настояться подольше в термосе. Чай с шиповником имеет кислый вкус. Для одних он приятен, для других – не очень. Поэтому шиповник можно заваривать в сочетании с другими травами или фруктами, либо просто добавить немного меда. Если вы завариваете такой чай дома, то лучше использовать эмалированную, стеклянную или фарфоровую емкость, но ни в коем случае не металлическую. Рецепт номер один. Плоды шиповника в количестве 100 грамм тщательно моют и заливают одним литром негорячей кипяченой воды. Ставят на медленный огонь, либо на водяную баню и томят 10 минут. Настаивать такой чай необходимо 12 часов, затем процедить через марлю, сложенную в несколько слоев. В чай можно добавить мед. Рецепт номер два. В данном случае можно поступить намного проще. 4 столовые ложки порезанных на дольки плодов шиповника залить литром кипяченой воды умеренной температуры и дать настояться 10 минут. Существует множество рецептов по завариванию чая из листьев и плодов шиповника. Однако следует отметить тот факт, что чем больше он настаивается, тем больше витаминов отдает. Рецепты приготовления чая шиповником известны практически во всем мире, хотя и имеют небольшое различие между собой. Если вы окажетесь практически в любом уголке земли, вам наверняка будет предложена чашечка ароматного и полезного чая. Вред чая из шиповника. При чрезмерном употреблении чая шиповником вы можете навредить вашему организму. Напиток оказывает плохое воздействие на зубную эмаль, поэтому после каждой кружки такого чая требуется ополаскивать рот водой. Категорически запрещено пить чай тем, у кого имеется предрасположенность к образованию тромбов и тромбофлебиту. При серьезных заболеваниях сердца следует посоветоваться с врачом, прежде чем употреблять, возможно, вредный чай с шиповником. Естественно, его следует аккуратно употреблять тем, кто склонен к аллергическим реакциям, ведь в нем содержится большое количество аскорбиновой кислоты. Беременным женщинам также не следует злоупотреблять этим чаем, так как высокий процент витамина С может спровоцировать выкидыш. Если человек страдает хроническими запорами, то налегать напиток тоже не стоит. В случае сжоги и повышенной кислотности следует быть осторожным с употреблением шиповника, так как он повышает кислотность. Таким образом, чай с дикой розой является больше лечебным и профилактическим средством, а не напитком, который можно пить длительное время. Но в целом, если у вас все в порядке со здоровьем и вам нравится его вкус, то можно баловать себя и достаточно часто. Проблемой для здоровья это не будет. И если соблюдать все советы, то чай с шиповником снабдит ваш организм только самым полезным и необходимым. Поэтому с наступлением холодов обязательно помогите своему иммунитету эффективнее защитить вас от различных недугов. Ну и конечно, не забудьте посмотреть о пользе чая с малиной, имбирем, мятой, лимоном или о народных средствах по борьбе с кашлем и профилактикой ангины. Будьте здоровы! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!